Мы с вами уже собирались по итогам приемной кампании, и вы уже знаете, что несмотря на непростую демографическую ситуацию в стране в целом, в нашем регионе в частности, в этом году университет очень успешно провел приемную кампанию. И на первый курс на очную форму обучения у нас поступило почти 4000 человек, ну конкретно 3875 человек на уровень бакалавриата, 360 человек на уровень среднего профессионального образования, полный набор был осуществлен на магистрские программы, в аспирантуру. И до сих пор продолжается у нас набор по заочной форме обучения. А поскольку университет реализует вот эту стратегию образования через всю жизнь, то есть кроме основных образовательных программ у нас очень много реализуется программ дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, разного рода курсов, то мы полагаем, что суммарно на всех образовательных программах, ну включая уже не только первокурсников, но остальные годы обучения, у нас будет до 24 тысяч человек. Расширилась география. Ну я думаю, что мои проректора дополнительную информацию еще дадут. И по Российской Федерации география расширилась, и по другим странам мира география расширилась очень серьезно. О чем это говорит? Я полагаю, что вот за 4 с лишним года своего существования Федеральный мой университет о себе заявил в полной мере. И даже тот факт, что некоторое количество абитуриентов у нас перешли в московские и питерские вузы уже после зачисления, и после того, как их документы были сданы в наш университет, ну а московские и питерские, конечно, не ведущие вузы, получившие бюджетные места, они смогли осуществить набор, естественно, ребят из регионов очень активно к себе зазывали, но у нас был резерв хороших ребят, выпускников школ, которые удачно сдали, и мы без всяких проблем вот эти освободившиеся места закрыли. Но перед какими задачами мы встали в результате этого приема? Первая задача связанная с необходимостью работы с педагогами, которые обучают наших ребят в школах, особенно по таким предметам, как физика, математика, биология, химия, география. То есть мы все знаем, что результаты ЕГЭ в целом по стране оказались ниже по сравнению с предыдущими годами. А с учетом того, что экономика Российской Федерации и нашего региона в частности, в связи с реализацией глобальных индустриальных проектов и необходимости импортозамещения в экономике, нуждаются в высококвалифицированных рабочих кадрах, в высококвалифицированном техническом персонале, инженерных кадрах. Нам нужны выпускники школ, которые сдают ЕГЭ по перечисленным выше предметам. А их должны к этому готовить их учителя. И мы понимаем всю полноту ответственности Федерального университета, где в том числе идет подготовка учителей, педагогов, что мы должны заниматься повышением квалификации работающих учителей школ. Второе важное направление, связанное с профориентационной работой школьников. Все мы понимаем, что и выбор того или иного ЕГЭ, и выбор того или иного вуза или того или иного направления подготовки осуществляется не в последний момент, а, как правило, формируется уже со средних классов школы. И, конечно, это работа и с родителями, и с будущими абитуриентами. Но мы должны идти в школу, в том числе через систему встреч, конференций, выставок, конкурсов и организацию Олимпиад. И в этом году впервые в Российской Федерации будет проведена масштабная межотраслевая инженерная Олимпиада по четырем основным направлениям, в том числе посудостроению. По конструкционным материалам, по ядерной физике и энергетике. И это те направления, в которых, конечно, наш университет и наш регион должны принимать участие. Тем более, что по направлению судостроения наш университет явился инициатором. И к нам подключились и объединенные судостроительные корпорации, и наши вузы-партнеры, где тоже готовят аналогичных специалистов в разных уголках Российской Федерации. Следующее важное направление касается уже собственной деятельности университета. Я их обозначу в общих чертах. Мои коллеги-проектора более глубоко осветят. То, что касается учебной работы и академического развития нашего университета. Будет продолжена работа по реинжинирингу образовательных программ и по еще более выраженному акценту образовательных программ на потребности северных регионов и Арктики. Мы уже с вами неоднократно говорили о том, что в России есть стратегия «Арктическая-2020». Принятая программа социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Есть указ президента, который определил сухопутные границы Арктической зоны Российской Федерации. И наш регион, включая города Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район, Лешуконский район, Онега, Мизень, ну и естественно Ненецкий автономный округ, Новая земля, земля Французцев, архипелаги Арктические, мы являемся частью Арктической зоны. Поэтому совершенно естественно, что и образовательный процесс, и научно-исследовательская деятельность будет корректироваться в соответствии с необходимостью исполнения государственных, федеральных задач в этом регионе. И научно-исследовательская деятельность тоже будет перестраиваться в связи с теми документами, которые я уже обозначила, и в связи с основными направлениями научно-исследовательского и технологического развития Российской Федерации, которые определены президентом Российской Федерации и правительством Российской Федерации. И, конечно, очень важным направлением по-прежнему у нас остается международное сотрудничество, потому что и об этом мы тоже много раз с вами говорили. Арктика – изначальный регион международного сотрудничества, и теперь это и все в большей мере касается не только восьми арктических государств, но и стран-наблюдателей Арктического Совета. Все большую роль в этой системе кооперации, диалога начинают играть такие страны, как Китай, Южная Корея, Сингапур, Индия, Япония. И это политика нашего государства, и, естественно, университет будет действовать в этом русле. С этими странами мы будем тоже развивать сотрудничество. Но, я думаю, Марина Рудольфовна тоже о международном сотрудничестве более подробно расскажет. Очень много важных мероприятий нам предстоит в самое ближайшее время. Это и 10-й Северный социально-экологический конгресс, который называется «Северные регионы. Социальная перспектива, безопасное развитие, инфраструктурные проекты» и «Всероссийская конференция с международным участием в состоянии арктических морей и территорий в условиях изменения климата», которые мы проводим по поручению морской коллегии при правительстве Российской Федерации. Эти два события произойдут 18-19 сентября. Мы вас приглашаем, потому что будет очень много интересных людей, очень много интересных тем и пленарных заседаний, и секционных, и выставки. 23-25 сентября на нашей базе будет проходить международная конференция «Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Арктике», включая вопрос о подготовке профильных кадров для работы в северных условиях вместе с Министерством по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. В октябре месяце на нашей базе пройдет выездное заседание правления Ассоциаций технических вузов России. Это связано с теми актуальными вопросами подготовки инженерных кадров и кадров для оборонно-промышленного комплекса. В октябре на нашей базе пройдет фестиваль спорта федеральных университетов. То есть к нам сюда приедут представители и Дальнего Востока, и Якутии, Казани, Екатеринбурга, Южного Федерального, Северокавказского, Балтийского. Пройдет второй Беломорский студенческий форум. Ну и мы уже начинаем подготовку к следующим рейсам Арктического плавочего университета, который состоится летом будущего года. Ну и, конечно, очень важными событиями, которые нам предстоят. Вот 1 сентября мэр города Архангельска нам передал документ о вводе в эксплуатацию здания научной библиотеки САФО. Но официально открыть библиотеку мы планируем к Дню России, в начале ноября, потому что сейчас хотим ее насытить оборудованием, мебелью, открыть там соответствующий центр, тем более, что у нас уже оборудование закуплено. И когда основное насыщение библиотеки произойдет, официально его откроем. Хотя формально, конечно, учебный процесс там уже начался. Но чтобы во всей красе представить наше новое здание, хотим два месяца еще попридержать это важное событие. Ну и вы все уже заметили, что за зданием Ломоносова-4 фактически уже возведена коробка нового общежития САФО. И мы очень надеемся, что уже в 2015 году, к юбилею пятилетнему, мы это здание запустим. И с 1 сентября студенты уже, которые будут обучаться в 2015-2016 учебном году, заселят это здание. Ну а вообще для нас год этот юбилейный по очень многим параметрам. Ну с одной стороны, вот 21 октября 2009 года был подписан указ президента Российской Федерации о создании нашего университета. То есть уже 21 октября мы можем это событие отметить какими-то результатами конкретными. 8 июня 2010 года университет стал существовать как физическое лицо, точка развития. И понятно, что в 2015 году, к 8 июня, будет целая череда очень важных событий, о которых мы позже вам скажем, когда придет время. Но кроме того, у нас очень серьезные юбилейные события в Северодвинске. Наряду с тем, что этот год юбилейный и для Севмаш предприятия, и для Звездочки, это одновременно юбилейный год и для Северодвинского технического колледжа, и для Севмаштуза. И опять же, хороший повод и для профориентационной работы, и для акцентирования внимания всех на необходимости подготовки специалистов в сфере техники, инженерии и естественных наук. Уважаемые коллеги, разрешите несколько слов сказать о том, что мы планируем делать по образовательному направлению деятельности в университете. Если будут вопросы, я готова ответить на вопросы и по приемной кампании, по итогам прошлого учебного года. В этом году у нас уже начали реализовываться несколько серьезных образовательных проектов на сетевом уровне. В прошлом учебном году университет очень активно работал, был координатором этой работы в направлении создания сетевых образовательных программ федеральных университетов. Вы знаете, что в связи с вступлением в силу нового закона об образовании сетевая форма образовательной деятельности рассматривается как одна из приоритетных и направленных на модернизацию образовательного процесса в целом. Федеральные университеты сыграли ведущую роль в этом процессе. Были созданы рабочие группы по разработке сетевых программ на уровне бакалавриата и магистратуры. И в этом году мы уже набрали... Программы были разработаны, подготовлена вся нормативная документация на уровне федеральных университетов. При отсутствии нормативной документации на федеральном уровне, кроме закона, никаких других подзаконных документов не было. Поэтому это было очень серьезной такой и важной работой, которую мы выполнили. И с 1 сентября мы уже набрали студентов на 7 сетевых программ федеральных университетов на уровне магистратуры и на одну программу на уровне бакалавриата. Заключены договоры. Уже началась работа по разработке регионных ресурсов для реализации этих программ. И по программе бакалавриата рекламной связи с общественностью студенты даже уже приняли участие в летней школе в Калининграде. И через месяц мы ждем с ответным визитом студентов к нам, тех, кто обучается на сетевой программе. Очень большое значение в образовательной деятельности университета сегодня занимают проекты, связанные с инженерным образованием. Конечно, это приоритет для всей страны и приоритет для нашего университета в том числе. Фактически уже два года назад мы начали серьезную работу по изменению формата программ инженерного образования. В прошлом году провели большую работу по повышению квалификации руководящих кадров наших инженерных институтов. Университет принял участие в программе повышения квалификации, которую реализовывала школа управления Сполково совместно с Томским политехническим университетом. Мы простажировали наших коллег не только в Сполково, но и в Томском политехническом университете, а также в Швеции, в Королевском инженерном колледже. Были созданы рабочие группы в институтах по модернизации программ инженерного образования, направленной на повышение практической составляющей, на усиление проектной работы, на более тесное взаимодействие с работодателями. В итоге, итогом этой работы стала разработка очень интересных программ, как академического инженерного бакалавриата, так и прикладного бакалавриата. И в этом году мы планируем продолжить эту работу, расширив ее по всем направлениям. В октябре, в частности, у нас будет очередное повышение квалификации преподавательского состава, направленное на повышение компетенции инженерной педагогики с участием московских экспертов. И завершиться это обучение должно получением сертификатов экспертов международного уровня по инженерному образованию. Созданы в университете на базовых предприятиях базовые кафедры. Это тоже достаточно новое явление, хотя базовая кафедра уже существовала, например, в Институте теоретической и прикладной химии на Аркангельском целевозном бумажном комбинате. И очень эффективно работала в плане развития научной составляющей в основном взаимодействия предприятий с институтом. Сегодня мы по-другому немножечко рассматриваем формат базовых кафедр. Это та база, та точка, где пересекаются интересы работодателя, преподавателей, студентов, аспирантов. И спектр функциональных обязанностей базовых кафедр сегодня рассматривается намного шире. В университете уже созданы на базовых предприятиях, на предприятиях-партнерах шесть базовых кафедр. Это уже существовавшая кафедра технологий целевозно-бумажного производства, получившая новый статус. Это кафедра судовых энергетических установок на Севмаши, технологии металлов и машиностроения на Звездочке, судовые электроэнергетики и электротехники в СТО Арктика, Это кафедра физики и радиационной безопасности в НИПТБ ОНЕГО. Созданы еще кафедры на СРС «Красная кузница». Это кафедры автоматизации производства в сфере судоремонта. И фактически уже решен вопрос о создании кафедры по автодорожному направлению. Предварительное соглашение уже достигнет и ведется предметная работа по определению содержания деятельности. На базе автодора. Но участниками и партнерами станут все автодорожные предприятия Архангельской области. В университете проведена серьезная реструктуризация институтов, кафедр. Укрупнены кафедры, пришли к проводству институтами, кафедрами, некоторыми институтами и рядом кафедр. Это молодые коллеги, прошедшие повышение квалификации, в том числе в Высшей школе управления Сколково, которые будут очень активно участвовать во всех инновационных мероприятиях по модернизации образовательного процесса. Очень много делается сегодня по развитию электронного образования в университете. В прошлом году университет занял первое место среди федеральных университетов по развитию электронных ресурсов. В университете сегодня работа вся ведется по управлению образовательным процессом, в автоматизированной системе управления образовательным процессом, тандем. Студенты имеют возможность работать с использованием электронной образовательной платформы САКА. Это наши основные инструменты для развития электронного обучения. Мы сегодня пришли к ситуации, когда уже ряд программ заочной формы обучения, особенно в сфере экономики, управления, предлагаются в дистанционном формате. Таких программ у нас на сегодняшний день семь. Мы это направление тоже, конечно, будем разрабатывать, переводя в электронный формат, либо элементы каких-то курсов, элементы модулей, либо отдельные дисциплины и даже отдельные образовательные программы. Ну, прежде всего, следует отметить, что в течение лета и сейчас эта работа продолжается, имелась активная деятельность по выполнению поручений президента Российской Федерации, которое было сделано после визита президента в наш университет. Активно подключился коллектив к выполнению указаний по включению нашего университета в различные арктические проекты, по реализации различных стратегических задач России в этом регионе. По результатам работы, мы надеемся, будет издано постановление правительства и приступим уже к новому этапу развития научных исследований у нас в регионе и в Арктике в целом. Следует сказать о том, что в предстоящем году и вот в половине прошедшего года произошел качественный скачок и изменение научной составляющей в нашем университете. Появились, закрепились и активно стали развиваться своеобразные бренды, которые позволяют позиционировать наш регион, наш университет уже в российском международном пространстве. Это, конечно же, многочисленные в этом году две экспедиции Арктического плавучего университета. В этом году второй рейс, который состоялся в августе, стал международным. Интерес вызывает этот проект со стороны многих государств. Есть участники, которые заинтересованы в продолжении такого сотрудничества и уже подают заявки на участие в Арктическом плавучем университете на следующий год. Также следует сказать о том, что новый качественный скачок произошел и в отношении одного из ведущих центров коллективного пользования у нас в России. Это Центр коллективного пользования Арктика, Северно-Арктического федерального университета. Создание такого мощного, грандиозного, интеллектуального и оснащенного центра обеспечивает решение практически всех ключевых задач по изучению природы, мониторингу состояния окружающей среды в Арктическом регионе. Этот центр привлекает большое количество специалистов, как из России, так и из рубежа, выполняет крупные инфраструктурные проекты и научные исследования. Сырно сказать о том, что сотрудники университета активно включаются в различные проекты по изучению Арктики, выигрывают различные конкурсы, проекты. И таким знаковым моментом для нас является подача заявки на изучение и мониторинг окружающей среды в районе Павенцево-Муре и Швицбергена. Но это пока что только заявка. Но то, что инициатива исходила в том числе и от Северно-Арктического федерального университета, это знаковое событие. Следует сказать о том, что в грядущем году, учебном году, предстоит пересмотр на федеральном уровне прилиотехных направлений развития науки и технологий. И в этом плане перед университетом, перед научной общественностью нашей организации стоит задача как раз коррекции имеющихся научных направлений и активное развитие именно арктического вектора. Но и здесь следует сказать, что это для нас не является новой задачей. То, что я чуть выше сказал, активно развиваются исследования по и этнокультурному компоненту, и по малчисленным народам, и по мониторингу арктической среды. Также следует сказать о том, что не стоят на месте наши сотрудники в плане изучения историко-культурного наследия. И вот в этом году создан научный взаимный центр на Соловках с целью того, чтобы обобщать и быть таким соображенным кластером, которым бы пользовались многие научные сотрудники в России и за рубежом. Вот пока такие общие позиции и направления. Если анализировать итоги, приемной кампании иностранных граждан 2014 года, то мы можем сделать заключение о том, что она была достаточно успешной. Общее количество иностранных студентов, вновь поступивших в университет, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 78%, составило 166 человек. И я хочу сказать о том, что увеличилось количество поступивших как на программу бакалориарной институты, так и на программу краткосрочной академической надленности. Если говорить о линиях приема, мы отрабатываем очень серьезные самые различные направления. То есть это и то, что называется так называемая государственная линия, когда иностранные студенты поступают учиться в университет России за счет средств федерального рюджета. Это и преимущественное право поступления, так называемого года Министерства образования и науки. Это соотечественники, это студенты, которые хотели к нам поступать на контракт, студенты, которые приезжают на краткосрочные периоды обучения. Еще раз, значит, мы приняли на все эти программы 166 новых студентов из 45 стран мира. И вот здесь 45 стран, новые страны, которых раньше не было в нашей географии, это Испания, Канада, Куба, Египет, Камерон, Кур-де-Ваар и Консуэра. То есть география достаточно серьезная, и она включает в себя практически все континенты. Если говорить о наиболее популярных институтах, куда больше всего поступали иностранные реглиенты, то четверка лидеров включает в себя институт филологии и межкультурной коммуникации, институт социально-коммунитарно-политических наук, нефти, газа, энергетики и транспорта. То есть там количество поступивших вновь актуриентов от 21 до 19. Если говорить о направлениях подготовки, по-прежнему самым востребованным является нефтегазовый отдел. Там 18 студентов новых иностранных из таких стран, как Узбекистан, Кур-де-Ваар, Индонезия, Тропинистан, Нигерия и Латвия. Но также в пятерке наиболее популярных такие направления подготовки, как теплоэнергетика и теплотехника, греспруденция, мехатроника и робототехника и международные отношения. Если в целом подводить итоги приемной кампании, как я уже сказала, на 78% увеличено количество студентов по сравнению с приемной кампанией 2013 года. Но если мы сравним за 10 лет существования нашего федерального университета, и возьмем приемную кампанию 2011 года, рост составил увеличился в 5 раз. То есть цифра достаточно серьезная. Что интересно для кампании этого года? У нас увеличилось количество абитуриентов из иностранных государств, которые поступили на полный цикл обучения. То есть это значит, они заинтересованы в том, чтобы получить диплом к окончанию северного арктического федерального университета. Кроме этого, у нас увеличилось количество студентов из иностранных студентов из дальнего зарубежья. Они сами поступают на программу мобильности, но также и на программу магистратуры, и на подготовительное отделение. В нем, конечно, увеличилось количество студентов по контракту. То есть, если говорить в целом, то с точки зрения увеличения количества студентов иностранных, а новый черный год, мы начали с красивой циклы 300, мы уверенно идем по пути интернационализации университета. Что касается перспектив международного сотрудничества с ОКОМ в 2014-2015 году, в целом я хочу сказать о том, что по всей основе многих странах наблюдается все более активное вовлечение университетов международное сотрудничество. Но и специфика нашего региона, об этом говорила Елена Владимировна, Арктика, территория международного сотрудничества. И вот те комплексные задачи, которые есть в Арктике по освоению природных ресурсов, по изучению этого региона мира, они, безусловно, требуют взвешенных политических решений. Совершенно очевидно, что эти взвешенные политические решения можно принимать только на основе самых серьезных научных исследований. Поэтому те задачи, которые мы ставили перед собой в 2014-2015 году, они являются неким продолжением тех международных стратегий, которые были определены при создании федерального университета. Мы по-прежнему будем активно работать с университетами стран Арктического совета, включая постоянных учреждений и членов-наблюдателей. То есть, вы видите, что за счет наблюдателей расширяется круг, то есть, помимо Соединенных Штатов, Канады, Исландии, Дании, Норвегии, Шверти, Финляндии, это еще и Корея, Китай, Япония и другие страны. Мы будем активно продолжать сотрудничество в рамках Валенского и Евроарктического региона. И те проекты, которые мы здесь ведем, университеты Архангельска, на протяжении многих лет, они, конечно же, должны переходить уже на более качественный уровень, это происходит, и это, прежде всего, конечно же, сотрудничество с северными университетами Норвегии, Швеции, Финляндии, Северо-Запада России. Наше новое и очень серьезное направление – это наш народное сотрудничество в рамках северного измерения. В прошлом году наш университет был утвержден Министерством иностранных дел Российской Федерации как один из со-координаторов Института северного измерения. Задача заключается в том, чтобы активно привлекать к экспертизе академическое сообщество университетов стран региона Балтийского моря, Валенцева региона, Арктического полярного направления в целом. И вот как раз та задача, которую решает наш университет – это привнесение Балтийского сотрудничества и Северного, сотрудничества региона в северный формат северного измерения. Если говорить о ближайших мероприятиях, 7-8 октября мы будем проводить международный семинар с участием университетов, членов Университета Арктики по программе Университета Арктики и по проекту международного глобального доступа к северному образованию. То есть не секрет, что северным университетом гораздо сложнее привлечь на обучение студентов вообще, иностранных студентов в частности, поэтому мы очень серьезно изучаем проблемы маркетинга наших образовательных услуг и против иностранных студентов, и брендинга университета в целом. 9 октября на нашей базе пройдет встреча Объединенной рабочей группы по образованию и науке Валенцевой литератургического совета, которую возглавляет наш университет совместно с Лавданским университетом. Задача этой группы заключается в том, чтобы определить перспективы развития региона и посмотреть, в каких направлениях, опять же, университеты полиции региона могут дать свою экспертизу политикам, там, где это необходимо. Мы начали интереснейший проект, который называется «Готовность к честничайным ситуациям на море и развитию международного сотрудничества на севере». Это, опять же, идет в рамках тех задач, которые объединены Арктическим советом. В этом проекте принимают участие университеты Норвегии, Гринландии, Исландии и Северо-Заводная Россия. И вот в 20-е числа сентября, именно 23-го, 24-го, 25-го, в рамках большей школы международной конференции, которую принимает САФУ, будет проходить рабочая встреча по этому проекту, и международные участники будут в том числе работать и на конференции. С 1-го сентября мы запустили новую образовательную программу англоязычную управление экологическими рисками в сфере естественных наук и технологий. И через год мы планируем сделать эту программу, программу тройного диплома с университетом Трумсен, Арктическим университетом Норвегии. Ну и в целом, конечно же, будет в течение года продолжен большой объем работ по рекрутингу уже иностранных граждан на следующую приемную кампанию. Мы видим, что те практики, которые у нас есть по работе с Рососотрудничеством, с Федеральным агентством Рососотрудничества, это практики достаточно успешные, поскольку в рамках вот этой работы нам предоставляются рекрутинговые площадки, мы проводим поясные тестирования. То есть, конечно же, весь вот этот блок-рапорт, он, безусловно, будет продолжен. То есть, завершая, хочу сказать о том, что год стоит очень активный, будут продолжены как новые проекты, которые ведутся уже на протяжении нескольких лет, так и новые проекты как в области науки, так и в области образования. С международными партнерами. Небольшая информация по тем вопросам, которые касаются воспитательных мероприятий, которые проводятся у нас в институте со студентами, обучающимися, и вопросами социального характера. Ну, как сказала Елена Владимировна ранее, год предстоит серьезный, юбилейный, поэтому большая часть мероприятий будет посвящена всем юбилейным мероприятиям, которые будут проходить как в целом в университете, за его пределами, так и в каждом институте нашего университета. Хочу дополнить следующее, что те проекты, которые мы видели ранее, а это проекты с фондом «Новая Евразия», это проекты с фондом «Кудрина» по гражданской инициативе, с комитетом гражданских инициатив будет продолжены, поэтому в этот юбилейный год мы будем являться площадкой для такого очень важного, значимого социального проекта, такой как университет семей искусств. Это совместный проект, который мы будем реализовать для всех высших учебных заведений Российской Федерации и, в частности, для федеральных университетов. Также мы продолжаем работу, успешную работу по добровольческому движению. Вы знаете, что мы приняли очень активное участие в Олимпийских играх, волонтерское движение, поэтому летом произошло очень значимое, серьезное событие. Наш университет и непосредственно Центр подготовки волонтеров был принят в Ассоциацию волонтерских центров Российской Федерации. Поэтому эта работа очень серьезная, точечная, будет продолжена. Понятно, что она будет уже более социального характера, характера гостеприимства, работы с маленькими детьми, с сиротами и, конечно, это с пожилыми людьми. Или, как мы говорим, с людьми серебряного возраста. Ну и, безусловно, очень важное направление – это подготовка наших лидеров, поэтому также мы будем проводить различные школы, опыт работы у нас есть. Это то, что происходит с нашими студентами, и краткая информация по социальным проектам, по социальной работе. Но, прежде всего, хочу сказать о тех стипендиях, которые получают наши студенты, наши обучающиеся. Есть разные категории стипендий. Это, понятно, те ребята, которые учатся успешно, отлично, отлично, хорошо или хорошо. Это академические стипендии. Вышел приказ лектора по университету. Поэтому по итогам летней сессии каждый обучающийся получит и будет получать эту стипендию. Есть разные категории, и в том числе это Аркадийский, Северный, Инск, Филиалы, среднее и высшее профессиональное образование. Поэтому стипендии по размерам стипендий, они разняются. Также есть повышенные стипендии. Это те ребята, которые обучаются успешно и в том числе активно ведут себя в жизни университета. Таких студентов по итогам сессии на сегодняшний момент 346 человек. И стипендии ежемесячные от 12 до 22 тысяч рублей. То есть это очень серьезное подскоре для самого студента и для семьи. Также та категория студентов, мы их называем студенты с особыми правами. Это дети-сироты и дети оставшиеся в подлечении родителей, а также лица из их числа. В такой категории студентов у нас 280 человек. Это и первокурсники 74 человека, и с 2 по 5 курс. Также есть различные выплаты для компенсационного ежемесячного питания, на городской транспорт, на одежду, на луку, на письменные принадлежности, на литературу, на мягкие инвентарии и так далее. Но и в том числе эта категория студентов при том условии, что он заканчивает университет, получает единовременную выплату порядка 82 тысяч рублей. Ну и есть определенные единовременные выплаты. В том числе есть такие социальные стипендии. Их получают у нас за последнее семество таких студентов 2300. Ну и в том числе это сироты, дети-инвалиды. Ну в данном случае тоже разные категории. Главной гос Архангельск или Коряжево, или Северопинск. Ну вот если по категориям, это стипендии от 5200 рублей до 6700 рублей. Ну и в том числе за последний учебный год материальную поддержку получили обучающиеся в размере от 1000 до 4000 рублей, обучающиеся порядка более 1200 человек. Это могут быть различные обращения, жизненные, серьезные какие-то жизненные ситуации и так далее. Это по стипедиям краткая информация и могу ответить на вопросы. Далее есть вопросы. Хотелось бы сказать о том, что наш университет в этом году за летний период провел достаточно серьезную оздоровительную летнюю кампанию для студентов, обучающихся только на бюджетной основе, в том числе и сироты. Порядка 22500 рублей было потрачено. Количество очень небольшое, но тем не менее, вот то, что нам удалось, это 38 студентов из числа детей-сирот и 38 студентов, которые обратились за данный период. Следующий вопрос. Вы знаете, что у нас есть в нашем университете ведомственный детский садик. Красивое название «Зоника». 227 деток поступило на этот учебный год. Группы укомплектовываются за эту неделю. Получается, что 162 сотрудника и студента, обучающиеся, обратились к нам с просьбой взять ребенка на воспитание с возраста полутора до семи лет. В этом году впервые большой деток маленьких деток. Это именно два годика, и поэтому приятельные группы впервые за 40 лет мы организовали. Также 3 сентября мы открыли новую кампанию по оздоровлению. Это оздоровление наших обучающих студентов. В санатории и профилактории вы знаете, что это также такие проводятся мероприятия. Я хочу сказать о том, что порядка 1200 студентов имеют на это возможность, ну и в том числе с различными хроническими заболеваниями. И вот последняя информация, кратка также, это справка по общежитиям. Вы знаете, что на территории нашего университета располагается 12 студенческих общежитий. В настоящее время в этих общежитиях проживает 3405 обучающихся. В том числе в этом году после кампании заселения прошла, 905 студентов-первокурсников также будут проживать в нашем общежитии. У нас общежития разного типа. Это секционные типы, секционный тип общежития, это больше секционный тип общежития и коридорного типа. Известивительно от того, в каком общежитии студент проживает, сумма различная. В том числе это дополнительные услуги. В среднем сейчас студенты оплачивают, в зависимости также от категории, от средней арсена 400 рублей в месяц. Ну, в том числе в эту стоимость входит и 130 рублей в месяц, это дополнительные услуги. И хочу сказать о том, что в одном из общежитий у нас организовано семейное общежитие. 26 студенческих семей проживают, общежитие номер 4 и 21 ребенок.